Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представлены пути реализации цели обучения первой и четверти третьего класса по предмету литературное чтение. К началу обучения в третьем классе учащиеся уже научились определять тему и основную мысль произведения. Происходит углубление представлений об основной мысли произведения, развитие умения, определять смысл произведения. Учащиеся осваивают эти знания и представления в процессе чтения, анализа текста. Для реализации цели обучения можно провести работу над стихотворением Самуила Маршака «В лесу над расистой поляной». Для реализации цели обучения отвечать на открытые вопросы по содержанию для определения ключевых моментов продолжите работу над стихотворением Маршака. Перед чтением стихотворения предложите группам задания составить по одному вопросу, ответ на который они хотели бы получить после прочтения произведения. Можно использовать ромашку Блума, серединка которой название стихотворения, а на лепестках учащиеся пишут вопросы, которые после знакомства со стихотворением необходимо озвучить и получить ответы. Учитель может прикрепить свой лепесток с вопросом, задание для выполнения творческой работы. В группах выбирают лепесток и составляют вопросы по теме, тексту для других групп. После проверки первичного восприятия следует постановка учебной задачи, проблемного вопроса с целью мотивации на следующий анализ текста. Следующее задание группам. Определите основную мысль стихотворения, найти и прочитать предложение, в котором отражена основная мысль. Уточните, помнят ли учащиеся, что такое основная мысль произведения. Заключительным этапом работы по тексту стихотворения является сопоставление авторского отношения с собственным. Предложите в группах рассказать о том, чем запомнилось детям лето, и записали свои идеи в тетради. Данные цели обучения можно реализовать через следующие виды задания. Учащиеся получают листочки бумаги, на которых обозначены персонажи любимых сказок, но при этом включены слова из современного лексикона. Учащиеся пишут сказку, используя предложенные слова на современный лад. Основным критерием должно быть использование сравнений, эпитетов, которые учащиеся в другой группе должны определить в сказке. По желанию, группа разогревает сказку по ролям. Для реализации данной цели обучения предложите учащимся опорные слова. Учащиеся составляют связанный текст, используя их определяют жанр получившегося текста. Работу можно провести в парах. Они обмениваются работами и проверяют, исправляя лексические и стилистические неточности, орфографические и пунктируционные ошибки. Правильно организованная деятельность по реализации данной цели способствует формированию читательской грамотности. Процесс работы над художественным произведением включает три этапа работы с текстом, а также этапы развертывания читательской деятельности на уроке. Первое. Стадия непосредственного восприятия характеризуется целостностью, яркостью, непосредственностью, включением воображения. Уровень восприятия зависит от степени выразительности прочтения текста, от интерпретации произведения чечецу. Поэтому целесообразно, чтобы дети впервые слышали произведение в исполнении учителя. Книги у детей должны быть закрыты. Их внимание полностью направляется на слушание и сопереживание учителю-чечецу. Сам учитель использует при этом приемы получтения полурассказывания, стараясь больше смотреть на учеников, а не в текст. Чтение не должно притворяться никакими заданиями по тексту произведения, чтобы не мешать непосредственности детского восприятия, чтобы вопрос не сузил возможности воздействия, заложенные в самом произведении. Второе. Стадия обдумывающего восприятия обеспечивает понимание прочитанного, когда включаются мыслительные процессы. Проверка первичного восприятия в начале урока позволяет верно определить направление анализа, создать установку на вторичное чтение текста, опираясь на впечатление от прочитанного. Первичный анализ текста – уяснение учителям эмоциональной реакции детей на художественные произведения и их понимание общего смысла, а также выяснение трудного, непонятного. Эта стадия завершается эстетической оценкой прочитанного. Третье. Стадия влияния художественного текста на личность читателя как результат восприятия. Происходит вторичный синтез, обобщение прочитанного, формулирование главной мысли, интерпретация. Этот этап – оформление предъявления результата в совместной деятельности, что поняли, открыли, чему не научились, какие новые вопросы появились. На данном этапе учащиеся уже имеют представление о таких жанрах, как сказка, рассказ, стихотворение. Новым для осознания учащихся является жанр басни. Методика работы над басней имеет свои особенности. Поскольку басня – это аллегорический рассказ поучительного характера, то работа над ней ведется как над реалистическим рассказом из жизни животных. Методическая модель изучения басни может быть следующей. Первое – раскрытие конкретного содержания басни. Второе – выяснение характерных черт действующих лиц на основе их поведения и поступка. Сравнение героев басни, нахождение сходства и различий в поступках характери, словесное описание по воображению действующих лиц басни либо ситуации, оценка поступков, выражение личностного отношения к ним, определение отношения баснописца к героям. Третье – раскрытие иносказательного регаллического смысла басни. Встречаются ли такие черты характера у людей? Четвертое – определение основной мысли басни. Она заключена в морали. Пятое – наблюдение над языком басни. Биологическая речь, крылатые выражения. Шестое – наблюдение над жанровыми особенностями басни. Действующие лица, животные, ненасказательный смысл, насмешка, ирония автора, мораль. И седьмое – наблюдение над структурными элементами басни. Основное содержание, заключение либо развитие действия, мораль. Реализацию цели обучения можно продолжить по басне Крылова, ворона и лисица. Беглое, сознательное и выразительное чтение вслух является средством передачи понимания и эмоционального восприятия содержания басни и оценки восприятия, авторской в виде морали и личной в ходе анализа, содержащейся в литературном произведении. Полноценность навыка чтения определяется такими характеристиками, как сознательность и выразительность. Их формированию способствует целостный анализ произведения, который будет способствовать формированию умения передавать эмоциональную окрашенность произведения при чтении, умение выдерживать паузу при чтении, выделять нужные слова, находить реплики героев при чтении по ролям. При работе над этой целью учащиеся выполняют задания в группе. Им предлагается одно произведение, которое необходимо представить в виде различных схем. Первая группа представляет произведения в виде кластера, вторая группа – ментальные карты, третья группа – в виде таблицы, четвертая группа – в виде динонатного графа, пятая группа – в виде схемы Финшбол. После завершения работы выступает каждая группа и представляет результаты своей работы. В статусской деятельности с художественными произведениями важная роль отводится иллюстративному материалу. Опора на наглядные чувственные образы делает усвоение речевых умений и навыков более конкретным, осознанным и доступным. Процесс обучения становится эмоциональным, действенным и позволяющим ученику реализовывать собственный опыт. Надо понимать, что наглядность необходима и полезна в такой степени, в какой она способствует активизации деятельности учащихся по опознанию объектов, по овладению знаниями и действиями, речевыми в конкретном случае, в отношении этих объектов. Для реализации данной цели составляют рассказ, озвучивают героев в сцене, представленных на иллюстрациях, и делают свои заключения. Рассказ относится к репродуктивной форме изложения, так как всегда связан с исходным текстом. Для того, чтобы в результате этой работы обогащался ум учащегося, его речевое развитие необходимо обучать учащихся продуктивному пересказу, который представляет воспроизведение текста на основе его творческой переработки. Подробный пересказ данного текста будет сложен для учащихся ввиду довольно большого объема текста. Поэтому на усмотрение учителей это может быть пересказ некоторых отрывков, эпизодов текста, или разбить пересказ на части и пересказать по частям отдельным группам учащихся. Составление плана «Подготовка к пересказу текста» поможет ученикам осознать передать из последовательности развитие событий в рассказе, увидеть и запомнить логику развития сюжета, установить причины-следственные связи и развитие сюжета в ходе анализа произведения. Перед началом работы подготовки к пересказу учитель предлагает учащимся выделить смысловые опорные моменты, кратко сформулировать, о чем он будет говорить с опорой на славой подсказки на доске слайда. Вначале я скажу «О том», потом «Об этом», затем «О том». Выделяем в тексте три части – чтение в полголоса вслух по частям. Пары учащихся выбирают смысловые моменты, важные, подчеркивают тексты или записывают на листочках. На основании выделения основных моментов композиции, отоглавливания частей и записи плана на доске и в тетради дают время учащимся для подготовки пересказа по рядам, по частям с использованием слов, фраз, выписанных из текста. Продолжить работу по произведению можно и задать следующие вопросы. Чем понравилась вам история про Бима? Какие чувства она вызывает у вас? Где кульминация этого рассказа? Такой вид деятельности позволит учащимся работать по плану, составлять план и понимать хронологию происходящих событий. Реализация данной цели обучения можно осуществить через стратегию «Творческая мастерская». Этот вид деятельности, который развивает креативность, творческие способности, социальную компетенцию, повышает уровень грамотности и интерес к процессу обучения. Необходимо открытое пространство, чтобы ученики могли свободно перемещаться и взаимодействовать. Распределить учащихся по группам. Группы получают исходный материал, основу, используя которого они делают свои открытия. К этому материалу педагог продумывает несколько заданий для их выполнения. Понадобятся навыки поиска и творческий настрой. Дети в группах обсуждают, выдвигают дипотезы, обсуждают идеи, выбирают последовательность изложения, которую реализуют в творческом проекте. Это могут быть рисунки, тексты, стихи. Группы поочередно защищают свою работу. Здесь важно умение говорить, представлять информацию, аргументировать. Учащиеся сопоставляют свой полученный материал с результатами работы других групп, делают выводы, определяют закономерность и связи. Они анализируют свою деятельность на уроке, свое удовлетворение этим и свое эмоциональное состояние. Спасибо за внимание. До встречи на второй четверти. Продолжение следует...